Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Остальные, точнее, получается, кто-то самостоятельно, а кто-то? Кто-то самостоятельно, кто-то при поддержке федерального центра, кто-то при поддержке регионального центра. А кто из них больше молодцы, получается, те, кто самостоятельно? Вы знаете, самостоятельно могут использовать и применять инструменты бережливого производства, те, у которых уже есть какое-то зерно. А мы ведь очень часто, когда приходим на предприятие, там уровень производственной культуры довольно-таки низок. И он низок еще благодаря, наверное, вопреки тому, что вот система бережливого производства, она у нас немножко в целом в системе образования выпала. То есть в СССР у нас была научная организация труда, мы активно занимались внедрением вот этих лучших практик, научной организации, научным подходом. Ну, потом, к сожалению, с распадом Советского Союза вся эта тенденция, и в том числе в образовательной сфере, она сошла на нет. Сейчас мы к ней возвращаемся, стараемся активно ее внедрять, обучать коллектив предприятия, руководителей предприятий для того, чтобы повышать вот эту вот самую эффективность. Ведь если вы не оптимизировали процессы, то купив новое оборудование, вы всего лишь масштабируете хаос. Поэтому важно навести порядок сначала с тем, что у вас есть, выстроить процессы, и потом уже, собственно говоря, можно говорить о приобретении нового оборудования, роботизации и так далее и тому подобное. Как проходит обучение? Это в центр мой бизнес приезжает опять кто? Руководитель, их заместитель, рядовой персонал? Или их возят еще, допустим, кто-то хочет пройти обучение на какие-то предприятия? Вот смотрите, они уже прошли, вот у них вот так вот грамотно. В рамках национального проекта, когда предприятие вступает в проект, мы проводим широкий комплекс обучающих мероприятий. Прежде всего, это дистанционное обучение по основным инструментам бережливого производства, которые сотрудники, сформированная рабочая группа проходит в определенный период времени. Далее наш тренер по бережливому производству уже выезжает на предприятие и проводит очное обучение. То есть для того, чтобы еще раз, если какие-то вопросы остались в рамках дистанционного обучения, их подсветить и уже на практике применить вот эти знания у себя на производстве. Дальше. У нас есть еще фабрика процессов в регионе. Это такая имитация работы предприятия, когда команда-участник приезжает, принимает производственный процесс в том ключе, который он есть и старается улучшить. То есть для того, чтобы уже потом у себя на практике применить вот этот вот подход. Потому что, понимаете, экспериментировать на существующем производстве, это может быть проблематично. То есть мы должны уже брать и применять то, что действительно будет работать. А кто эти тренеры? Это на Тверске или как московские? Значит, если мы говорим про региональный центр компетенции, то это наши тренера. То есть это те тренера, которые прошли комплексное, опять-таки, обучение в федеральном центре компетенции, аттестовались по соответствующим программам и дальше уже передают вот этот вот опыт, эти знания на предприятия. То есть это чисто тверские, которые прошли обучение? Да, естественно, за их плечами опыт работы в крупных производственных компаниях с развитой культурой. Их личный опыт? Да. То есть это не какие-то теоретики? Нет, нет, нет. Которые что-то там начитались, нахватались и начинают учить действующих производственников, как они что-то сделали? Абсолютно нет. Притом у нас тренера, которые проводят обучение, они непосредственно также ведут проекты. То есть у них практика применения вот этих вот изменений, улучшений, она, соответственно, присутствует. Дальше, соответственно, в рамках проекта мы делаем межпроизводственную кооперацию, когда предприятия возим друг к другу, те, кто уже были в проекте, показать вот эти вот изменения, показать улучшения, которые были, соответственно, там реализованы. Так что говорят те, кто уже прошли вот этот процесс обучения? Каковы результаты? Есть какие-то уже первые примеры положительные, конечно, и дети же? Естественно, Роман, у нас как раз один из инструментов бережливого производства слышать голос заказчика. Поэтому мы каждые три месяца проводим опросы предприятий на предмет общей удовлетворенности программы. Естественно, каждое обучение тоже, которое проходит на предприятии, тренер, который проводит обучение, у нас существует анкета обратной связи. То есть, если необходимо скорректировать какие-то вещи, то мы стараемся эти программы, естественно, адаптировать под требования, под новые тенденции, которые сегодня существуют у нас. Так каковы отклики? Есть кто-то, кто говорит, у нас там в два раза увеличилась производительность труда, к примеру, и так далее. Уменьшились потери, к примеру, там, продукции и так далее. Потери времени элементарного. Естественно, каждый проект, который реализовался, имеет очень хороший эффект. Есть предприятия, которые в два раза увеличили производительность, сократили время протекания процесса. Все зависит от работы команды, потому что все-таки это командная работа. У кого-то это 10% прироста, у кого-то это 50%. Я говорю, что все очень индивидуально. Ну, ставится ли какая-то задача, что, ребята, по итогу у вас должно быть, условно говоря, хотя бы на 10%. А если на 3% увеличили, что значит не так? То есть, чтобы либо не внедрять то, что мы сучили, либо, не знаю, там, плохо учили. Действительно, есть минимальная планка, которую мы обозначаем, к которой стремимся. Это 10%. То есть, 10% по сокращению времени протекания процесса. То есть, делать на 10% быстрее. Сокращать излишние запасы. Ну, и тем самым обеспечивать прирост производительности труда минимум на 5%. Минимум. И я вам скажу так, что вот по статистике, по аналитике, которую мы ведем, предприятия, которые участвуют в нацпроекте, в принципе, эти показатели выполняют с легкостью. Ну что ж, это была программа «Тема дня. Комментарии». Мы говорили о внедрении бережливого производства. Если вы тоже над этим задумали, что что-то у вас не так, слишком медленно проходит процесс, хотите повысить вашу элементарную прибыль, интенсифицировать труд ваших работников, обращайтесь в центр «Мой бизнеса», конкретно в фонд развития промышленности Тверской области, вас научат, вам подскажут. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, Роман. Хорошего вам производства, оптимизированного. До новых встреч. До свидания.